Привет, Весос! Это Майкл, и сегодня мы с вами поговорим о времени. Точнее, о том, сколько времени у нас осталось. Для начала, давайте выясним, как долго человек вообще может прожить. Мировой рекорд по самой длинной продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила невероятных 122 года. Как нам известно, сейчас, в данный момент, живы всего 37 человек, рожденных в 19 веке. Эти 37 человек жили в трех разных столетиях. Но так как наши знания в медицине растут, и наше понимание биологии улучшается, люди начинают жить все дольше и дольше. Фактически, ученые считают, основываясь на статистике, что первый человек, который доживет до 150 лет, уже рожден. И может быть, он один из вас. Но согласно подсчетам, этот человек был рожден в 2010 году. Так вот, как мы видим из графика, когда люди стареют, вероятность их смерти сильно увеличивается. Но существуют некоторые виды животных, которым присущи так называемые пренебрежимые старения, также известные как биологическое бессмертие. В этих видах мы никогда не наблюдали настоящего процесса старения. К примеру, такие животные, как гидра, могут умереть только из-за неподходящей окружающей среды, болезней или быть съеденными. Самое старое, отдельно растущее дерево в мире прожило больше 4600 лет. Оно называется мафусаиловым деревом и растет где-то в этом лесу. Его местонахождение держится в тайне, чтобы защитить дерево от актов вандализма, но оно где-то там. Продолжительность жизни организма может быть даже больше, если принимать во внимание клональные колонии. К примеру, все эти осины кажутся отдельными деревьями, но в реальности все они являются клонами одного и того же генетического кода. Все они имеют общую корневую систему, и эта система продолжает производить все больше деревьев. Это значит, что все они являются частью одного организма. На базе корневой системы эксперты подсчитали, что одна эта колония осин существует уже более 80 тысяч лет. Но давайте вернемся к людям. Вместо того, чтобы говорить о продолжительности времени, давайте поговорим о том, как мы его воспринимаем. Мы помним яркие моменты нашей жизни так, будто бы они длились намного дольше в сравнении с обыденностью. Психологи считают, что причиной для этого является то, что наш мозг создает более глубокие и богатые воспоминания, непривычных и захватывающих моментов, чем тех, которые такими не являются. Когда события более захватывающие и волнующие, вы не запоминаете больше деталей, а просто делаете больше копий. Во время стресса к обычному процессу записи воспоминаний подключается миндалевидное тело. Многие считают, что как раз из-за этого волнующие моменты запоминаются как более продолжительные. Этот феномен имеет ошеломляющие эффекты, если брать во внимание всю человеческую жизнь. Давайте подумаем про это так. Когда вы годовалый ребенок, один год представляет собой 100% вашей жизни. Но когда вам исполнится два, этот второй год – всего лишь половина вашей жизни. А следующий год – всего лишь треть. А когда вам исполнится 80, один год будет являться всего лишь 80-й частью вашей жизни. Эти проценты важны, потому что они могут объяснить нам, почему детство кажется таким длинным периодом. Но когда вы взрослеете, годы начинают просто пролетать мимо вас. Дело в том, что у вас больше новых впечатлений, когда вы молоды. Вы впервые учитесь говорить, вы впервые видите вашу маму, вы учитесь ходить, вы в первый раз целуетесь. Все эти вещи глубоко и детально запоминаются вашим мозгом. И именно из-за этого вам потом кажется, что они занимали больше времени, чем на самом деле. И вот нечто правда поразительное. Давайте посмотрим на график, отображающий процент, занимаемый в вашей жизни, каждым последующим годом, где первый год равен 100%, второй – уже всего лишь половина первого, третий – треть, и так далее до 80. Используя эту модель, когда вам исполнится 80 лет, и вы посмотрите на прошедшие годы вашей жизни, часть, кажущаяся вам серединой, которая должна бы быть во время, когда вам было 40, окажется во время, когда вам было 20. Хорошая новость в том, что чем больше новых вещей вы делаете, чем больше новых мест вы посещаете, чем больше людей вы встречаете, тем медленнее представляется течение времени. Так что давайте, сделайте что-то классное, сделайте что-то новое, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И как всегда, спасибо за просмотр.